Так выглядел после пожара один из классов 4-й Димитриевской школы. ЧП произошло в 2 часа ночи. Выгорела комната 9-го класса. Спустя несколько дней в содеянном сознался один из учащихся. Сегодня подросток на скамье подсудимых. На оглашение приговора подсудимый пришел с мамой. С тем, что сын поджег школу, женщина не согласна. Вину подростка не верит из-за вхоз учебного заведения. Он брал вину на себя, потому что было давление со стороны милиции, он боялся, во-первых. А в ту ночь он был дома. Но доказать это, вы сами понимаете, невозможно. Он не виновен. Мы все знаем и верим, но это не он. Был поджог умышленный какой-то. Оглашение приговора Евгении с матерью ждали около 2-х часов. В итоге суд постановил, вина подростка до конца не доказана. Визнать невиноватым в действии криминального правопорушения, предназначенного в части 1 ст. 296 КК Украины, Лизькова Евгения Александровича, выправдовать за недовиденностью в действии криминального правопорушения, предназначенного в части 1 ст. 296 КК Украины. Комментировать решение суда государственный обвинитель отказалась. После суда подросток отправился в Макеевское спецучилище. Здесь Евгений находится за совершением мелкого хулиганства. Продолжение следует... Продолжение следует...